Братья Казаря Братья Казарян Братья Казаря Братья Казаря Эта композиция Шендерева называется «Страдания и перепляс». Любимая песка моего папы. Мы играем всегда для него. Начиналось с того, что моего старшего брата отдали на баян. А я ходил рядом, смотрел, что он делает. И решили меня отдать не на баян, а на аккордеон. Что там, для разнообразия. Поиграл я на аккордеоне, поиграл. И как-то мне не понравилось. И мне казалось, что на баяне легче играть. Это всегда так бывает в детстве. Конфеты всегда вкуснее у брата. Одежда красивее, а инструмент интереснее звучит. Меня не раздражало то, что он занимается этим же. А наоборот, было интереснее и веселее. И еще очень интересный факт, что я замечал всегда, что у него все легче намного получается, чем у меня. Я, смотря на это, наоборот, даже учился многому у него. И сейчас учусь. Это можно говорить не в прошедшем времени. И когда мы занимаемся, выступаем на концертах, едем на конкурс, мы очень часто попадали в одну категорию. То есть, уезжая, например, в тот же Киев, мы соревновались не только со многими ребятами, которые из разных точек земли, но еще и друг с другом. Это тоже подстегивало. И с одной стороны мы коллеги, которые поддерживают друг друга, с другой стороны мы конкуренты. И с другой стороны мы коллеги, на самом деле отец не говорил, играя на баяне, он не приказывал нам. Просто он увидел, что мы испытываем интерес. Мы смотрим это не равнодушно на инструмент, на котором стоит у нас, а с интересом. У нас дома стоял обычный конгур. Это трехрядный баян, на котором можно было играть этюды и военные песни. Баян, который когда-то завораживал взгляд маленьких братьев, достался родителям от знакомых, которые уехали в Германию. Сейчас их инструменты выглядят и звучат совсем иначе. Этому баяну 30 лет, но я сделал ремонт, и он звучит как новый и вообще в состоянии нового инструмента. Новый инструмент стоит порядка 400-500 тысяч рублей. Есть инструменты итальянские, там с супер-пупер прибамбасами, но, как показала практика, звучат лучше именно русские баяны. После очередного конкурса один из ростовских чиновников пообещал Артуру помочь с покупкой хорошего инструмента. Целый год музыкант оббивал пороги, пока не понял, что нужно надеяться только на себя. В нынешнем году братья играли сольные концерты на корабле с иностранными туристами и заработали нужную сумму на реставрацию музыкального инструмента. Смекалку проявлять приходится повсеместно. Это обыкновенный женский чулок. Обыкновенный женский чулок нужен он для чего? Для того, чтобы, играя на инструменте, я просовываю руку в ремень сюда и могу легко скользить вверх-вниз. Если я буду без чулка, кожаный ремень будет натирать мне руку и занимаюсь шесть часов в день, как нормальный музыкант. Это влияет на кожу, она просто становится больно просто. На баяне можно исполнить органные произведения. Так что вот включить обычному человеку запись, и он не отличит вообще. Ну, народный, естественно. Можно играть джаз. Можно играть рок. Можно играть соль. Все можно играть. Конкурсы, гастроли, бесконечные репетиции, снова конкурсы. К такому темпу братья Казарян давно привыкли. Все происходит не только баянистов и других музыкантов. Оно все происходит как волнами. Бывает, что все в одну кучу собирается, и тебе сегодня, завтра, послезавтра нужно идти играть, нужно везде быть одновременно. А потом пройдет какая-то тишина, затишье. Но в этой затишье ты должен тоже работать над собой, должен читать, набираться, идти в горы куда-нибудь, смотреть. Потому что человек творческий, он должен всегда себя заполнять чем-то. Я считаю, где-то раз в год можно съездить на один конкурс, чтобы не терять свой уровень, как бы наоборот подниматься. Но как бы не забывать, что это не спорт, а музыка все-таки, искусство. Первая победа яркая, которая и для меня была очень приятной, и окружающие видели, что это мой первый успех. Это мой самый первый конкурс, зональный конкурс в Ростове-на-Дону. Я там был еще маленький и играл три пьесы. Волновался? Волновался и был боевой настрой у меня. Очень интересно получилось с Америкой. Мы отправили записи. Мои DVD-записи, это 40 минут музыки, и Аркадия DVD-записи. Думаем, что будет, что будет. Там, в этом конкурсе, участвовало 88 человек, музыкантов, из различных точек мира. Но оказалось, что первое место у меня и у Аркадии. То есть мы разделили и набрали из 100 баллов 98. Как посвятить любимому делу всего себя и при этом получать достойный заработок? Об этом Артур и Аркадий задумывались уже не раз. В России, по словам братьев, совместить творчество и достойную отдачу в денежном эквиваленте практически невозможно. Хороший музыкант – бедный музыкант. Даже если брать просто преподавание в школе, то в России это не оплачивается никак. Несколько путей есть. Ну, скорее всего, куда-нибудь уезжать за границу и что-нибудь там также преподавать, например, играть в каком-нибудь оркестре. И при этом можно нормально жить. Не жужжать, как говорится. Согласен с тем, что в России музыкантам жить сложно. Я думаю, что вообще везде сложно жить. Но здесь, в России, это сложно, потому что у нас другой немножко менталитет. И основной массе народа все-таки нужно попсу, что-то такое прикольное. В консерваторию я закончил и поступил в аспирантуру сразу. Я приехал с корабля, на котором мы работали, с американцами. За неделю набрал форму. Потом поехал немножко по югу России, поиграл концерты. Поступил в аспирантуру. И сейчас, на самом деле, я только думаю, чем заниматься и куда. У меня на распуте я сейчас. И такой немножко переходный момент, но я не хочу себя в панику вгонять. Потому что думаю, что время все растает на свои места. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА